Всем привет! Сегодня хочу рассказать о новинке от компании C-Fast. Это модель T8. Чем она примечательна? А, даже не так. Модель T8 Crystal. Это прозрачный корпус, прозрачные сами наушники. И вообще, как бы, эта новинка, она сделана в шести расцветках. И все они имеют прозрачный корпус с небольшими оттенками. В данный момент здесь фиолетовый. Также есть, насколько я помню, прозрачный, серый, голубой, бирюзовый. Еще несколько цветов. В общем, каждый подберет себе именно тот цвет, который вам понравится. Очень примечательная коробка. Много голограммы. С торцов у нас указаны краткие технические характеристики. Они на нескольких языках. С двойным. Двойная катушка на 10 мм и на 6 мм. Поэтому обещают очень глубокие и сочные басы. Также здесь есть емкий аккумулятор до 30 часов прослушивания музыки. Причем от аккумуляторов самих наушников можно будет слушать музыку 7 часов. Ну, это очень, вполне хороший результат. Также здесь у нас Bluetooth 5.3 с EDR. Есть встроенная технология, благодаря которой во время телефонных разговоров включается автоматический шумодав. Но его, к сожалению, нету при прослушивании музыки. Также здесь встроены аудиокодеки SBC и AAC. Ну, до 10 мм стандартное расстояние прослушивания музыки. Я бы сказал, что это стандартный. Про катушки я уже говорил. Емкость аккумуляторов бокса 480 мАч. У аккумуляторов наушников 45 мАч. Собственно, этими достигается такое время работы. Да, также здесь есть возможность быстрой зарядки. Это за 10 минут. Аккумуляторы заряжаются до 2 часов прослушивания музыки. Это круто, да. Не каждый производитель может похвастаться данной технологией. Что у нас в комплекте поставки? У нас здесь есть сами наушники. Они идут в боксе. Устанавливаются в торцов бокса. Есть провод зарядки. Он, как видите, силиконовый. Причем с логотипом производителя. Есть дополнительные сменные амбушюры. При том, что уже на самих наушниках установлены амбушюры. Здесь еще три размера. Это SS, S и L. Также есть сменный силиконовый чехольчик. Обычно его надо отдельно покупать. Но в данной модельке он уже присутствует в комплекте. Здесь у нас петелька для установки безеля. Есть прорези под наушники. Есть разъем под зарядку. Ну и наушники также извлекаются и устанавливаются. Они довольно плотно сидят. Они сами уже не выпадут из бокса. Это уже круто, я считаю. Можно использовать как с ним, так и без него. И есть силиконовая петелька такая, чтобы носить чехольчик. Он довольно длинный, он тянется. Ну и опять же он в цвет бокса и самих наушников. Также у нас здесь есть небольшая рекламка-презентация по тем моделям, что выпускает производитель. Это различные повербанки, зарядки, провода. И две модели наушников. Это Crystal T8 и Crystal T6. Как я уже говорил, они в шести расцветках сделаны. А это у нас фиолетовый, розовый, зеленый, голубой, черный и просто прозрачный white. Собственно, по самим наушникам. Наушники у нас поставляют в сомбоксе, чтобы не заработали на снять бот наклейки. И тогда у нас запустится уже сам индикатор. Опять же, индикатор не часто встречается у производителей. Здесь у нас есть уровень заряда самого бокса и уровень заряда аккумуляторов наушников. Как видите, здесь по четыре деления. Левая, правая. Местами их не поменять наушники. Они только устанавливаются в свое отверстие индивидуально. Внутри у нас здесь два подпружиненных контакта. А на самом наушнике можно увидеть пяточки для зарядки. На нижней грани у нас разъем USB Type-C для заряда встроенного аккумулятора бокса. Можно одновременно заряжать и боксы, и наушники. Ну и, собственно, все. Вот это так обсовано помещается прекрасно в руке. Будет лежать, опять же, в дамской сумочке, в рюкзаке. Даже в кармане помещается все прекрасно. Здесь можно увидеть прозрачный корпус. Там какие-то радиоэлементы. Обещают, причем, неплохой Bluetooth-чип. По качеству звучания сразу же скажу, что они меня очень порадовали. Хорошие басы, средние частоты. Низкие, я бы сказал, чуть-чуть занижены. Но это все регулируется с помощью, опять же, эквалайзера. По самим наушникам. Наушники очень прекрасно сидят в ушах. Мягкие силиконовые накладки, амбушюры. Каплика как раз под 10-миллиметровый драйвер. Опять же, сделаны они из прозрачного пластика. Это, собственно, вся технология, стиль Crystal. Как я уже говорил, внутри у нас здесь можно увидеть контакты для заряда. Есть магниты, с помощью которых наушники у нас удерживаются. Также по два магнита у нас в верхней части капли. Звуковод довольно маленький, но он овальной формы. Прекрасно удерживает амбушюру и прикрыт металлической накладкой с перфорацией. Обычно это бывает сеточка, но здесь даже она не пластиковая, она металлическая. Ну и сама форма амбушюра тоже, опять же, овальная. Кроме этого, на тыльной стороне у нас есть сенсорное поле для подключения наушника и управления. Здесь причем присутствует возможность управления как регулировкой громкости, так и переключением между треками. Опять же, не каждый производитель данный фишку имеет на своих наушниках. Так, здесь же есть спортивный режим и обычное прослушивание музыки. В спортивном режиме качество звука похуже, но опять скорость работы побыстрее. Ну, собственно, скорость работы в играх я не сильно заметил. Вот по качеству, да, на самом деле, качество падает, но опять же, наушники дольше начинают работать. Ну, как бы, свои плюсы, свои минусы есть. Так, про наушники еще забыл сказать, что здесь есть компенсационные отверстия. Дополнительный микрофон внутри и есть еще одно отверстие с другой стороны. Вот, собственно, вот так выглядят наушники от компании Cifast. Это модель T8, Crystal. По качеству звучания очень понравились. Низкие средние частоты присутствуют в полном объеме. По звучанию приятно отыгрывают различные музыкальные жанры. Да, вот, если честно, вот мне сразу же получается понять, какую сторону она устанавливает. Это вот один из минусов. Собственно, больше минусов я и не заметил по данным наушникам. Высокие частоты чуть-чуть занижены. Мне их пришлось увеличивать с помощью эквалайзера. На максимальной громкости наушники отрабатывают по полной программе. Звучание очень хорошее. Нет хрипов, нет сваливаний куда-то там, что наушники уходят. Просто невозможность отыграть музыкальную партию. Слушал различные музыкальные жанры, опять же. Прекрасно отыгрывают. Есть четкое разделение по инструментам, по вокалу, по музыкальным направлениям. Все это здесь присутствует. Что еще хотелось сказать по наушникам? Вполне очень интересно на самом деле работают. Несмотря на то, что Эксифас довольно нечасто выпускает новинки. И нечасто, довольно редко присутствуют на нашем рынке. Надеюсь, что наушники, во-первых, из ценового диапазона где-то 3,5 тысячи. Но вполне такой приличной комплектации. Ну, все, собственно, что я хотел рассказать о данных наушниках.